Ну а пока вы спали, Олимпийский огонь прибыл в Рио-де-Жанейро, столицу Олимпиады. И ничто ему не помешало, никакие протесты. Эстафета, напомню, стартовал 3 мая. 95 дней, примерно 12 тысяч факелоносцев преодолевали непростой путь, приблизительно 30 тысяч километров. В итоге Олимпийский огонь увидели 329 городов. Правда, не везде ему были рады. Провокаторы несколько раз огонь пытались потушить, но не тут-то было. Сделан факел надежно, и огонь ни разу в итоге не погас. Как же этого добились создатели факела, давайте с вами разберемся. Итак, посмотрим поближе, как же в этом году выглядит факел Олимпиады. Вот он. Он выполнен из переработанного алюминия и каучука с глянцевой отделкой. Факел весит примерно полтора килограмма. Кажется, что это совсем мало, но если бежать с ним пару километров, то явно покажется совершенно по-другому. Ноша, ну та, еще тяжела. Длина факела 63,5 сантиметра в закрытом состоянии и 69 сантиметров в открытом. Да-да, факел раскладывается. Чтобы факел одного участника эстафеты зажегся, а другого надо, чтобы они соприкоснулись. И вот в этот самый момент факелы и раскрываются. Этот эффект даже получил очень романтичное название «Поцелуй факелов». Когда он открывается, видны дополнительные элементы. Они выполнены в красках бразильского флага и символизируют море, горы, небо и солнце. Ну а вот как это выглядело вживую, давайте посмотрим. В «Поцелуй» на этой фотографии слились факелы наших представителей, Полины Гагариной и Димы Билана. Они были участниками эстафеты в Рио в этом году и пробежали по небольшому городку Вилла Констанце. Но вообще факел — вещь символичная. Каждый штрих имеет какое-то значение. Ничего в рисунке не может быть случайно. По всей длине факела изображены волны и треугольники. Они символизируют олимпийские ценности стремления к совершенству, дружбы и уважения. Ну, по крайней мере, так описывают сами создатели факела. Ну а вот этот самый эффект движения различных элементов раскрытия факела напоминает об усилиях и стремлении вперед всех спортсменов Олимпиады. Конечно, самое главное в факеле — это не то, чтобы его внешний вид, а чтобы пламя не погасло. Причем ни при каких условиях. В Рио это было особенно актуально. На участников периодически нападали, огонь пытались затушить водой, но он все пережил, все выстояло. Все потому, что олимпийский факел, если посмотреть на него в разрезе, очень похож на многоразовую зажигалку. Внизу у него находится бак с горючим бензином. Дальше топливо поднимается вверх по трубе до перфорированной решетки. А ребрами жесткости служат многочисленные алюминиевые кольца и перекладины. Таким образом, огонь максимально защищается от порывов ветра и дождя. Но чтобы в нужный момент зажигалка не подвела, олимпийские факелы испытывают заранее. Обычно делают это при температуре в минус 50, но еще и под воду его опускают. В итоге такое пламя, как говорят, не гаснет при скорости ветра 60 км в час и даже в космосе. Ну, кстати, уже несколько человек попытались заглянуть, что же там у факела внутри, и провели собственное вскрытие. Оказалось, что это ой как непросто. Например, вот эти два блогера перевели две болгарки, прежде чем распилили олимпийский символ. Ну, и в социальных сетях уже ходит шутка. Хоть что-то на этой олимпиаде действительно сделали на совесть. Для многих жителей Рио-де-Жанейро и гостей города Олимпиада уже началась. На стадионах проходят товарищеские матчи, и болельщики приходят туда поддержать свои команды. Меры безопасности на этих соревнованиях такие же строгие, как и на предстоящих олимпийских играх. Это своеобразная репетиция для полицейских. Над трибунами летают вертолеты, все подходы к стадионам патрулируют тяжело вооруженные полицейские солдаты. Атмосферу праздника, слава богу, пока ничего не портит. Фанаты тоже не дают ни малейшего повода для конфликта. Может быть, они не так сильно переживают за исход матча, но в любом случае, сейчас бразильцев можно брать пример, как нужно встречать гостей Олимпиады. Это чудесные ощущения. Я живу в Рио уже 39 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы, бразильцы, должны показать себя с лучшей стороны и принять гостей со всего мира подобающе, чтобы они запомнили наше гостеприимство. Все очень хорошо. Это первая Олимпиада в Бразилии. Мы с семьей болеем за наших, но и остальные команды тоже уважаем и желаем им успеха. Я и моя семья.